Сегодня путь у нас лежит в замок Косово, 200 километров от Минска. Пропилили 200 километров, вон стояночка. Очень много российских машин на российских номерах, но естественно белорусские. Довольно помпезненько. Такое чувство, что в Питер приехали очень так по-богатому. Видно, что это какой-то явно новодел. Ни разу не знаю, что это. Но вот видно, что современная такая уже постройка, явно не реставрация. Красиво, реально. Ступеньки довольно выглядят дорого-богато. Вот такие у нас подсветки. Мы поднимаемся к самому замку. Смотрите, какой красивый. И ландшафт такой сделан. Ну, скажем так, из всех известных замков, там Ниверский замок и так далее, который на слуху. Этот как-то я особо, буквально недавно про него начал что-то узнавать и слышать. Передвигаемся вот по этой красоте. Поднимаемся на центральную площадку. Смотрите, ну реально, вот как будто Петродворец какой-нибудь, только так немножко в миниатюре. Размерочки немножко, конечно, поменьше, чем в Питере. Но очень впечатляет. Статуи. Такие вот кресты, как будто вот крестоносцы какие-то. Я, честно говоря, вообще не читал ничего. Ничего не знаю про этот замок. Вот просто, вот что вижу, то и пою. Смотрите, как в сочетании старины с современным, с подсветкой. По-моему, неплохо. Мальчик с дудочкой. Должен еще какой-нибудь писающий мальчик для антуража быть. Балконы, смотрите какие. Красота, блин. Реально круто. О, современная техника. Заныканная. А где стеклопакеты, не понял, современные. Красиво, шикарно. Тут даже натуральный камень, смотрите. А вот ведь сверху замка. Тоже, кстати, неплохой обзор. Там озеро какое-то есть. Очень красиво. Внутри замка вот мраморные ступенечки такие. Ну вот все примерно в таком стиле. Пока ничего такого прекрасного не увидел, но уже так больше есть на что посмотреть. Поднимаемся на второй этаж. Должен с 15 до 16 июля дворец 1900, прошу прощения, с 14-го года дворец Лиая. На данной фотографии вы можете видеть дворец после пожара. Оказывается, в 2008 году только начали реставрацию. И реставрация проходила 14 лет. Ну поэтому про этот замок никто не знал. Он был после пожара, запущенный, заросший в деревьях. Его ниоткуда даже видно не было. Поэтому он не на ссылку, по сути. Все плюс-минус в едином стиле сделано. Довольно интересно, но уже, по-моему, к финалу идет. Ну вот, уже какой-то зал рыцарский. Смотрите, красота! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну мне, как всегда, виды из окна очень нравятся. Камера не может перестроиться. Вот такой балденный вид. Сувенирная лавка. Честно говоря, для замка она какая-то странноватая. Никакого отношения в замку вообще тут ничего такого не имею, не вижу. Ну вот только магнитики на холодильник. Но особо, честно говоря, так себе. Ну, по чесноку сказать, снаружи он выглядит гораздо интереснее, чем снутри. И стоит ли ехать с Минска 200 километров? Ну, на мой взгляд, наверное, нет. Ну, если совсем уж заняться нечем, вот действительно, вот просто, как мы. Мы в отпуске, нам было пофигу. Ну, выбрали это место и поехали. Ну, тогда может быть. Ну, причем это не только мое мнение. Это вот у людей спрашивали, кто сюда ездил, они все говорят, ну, оно не стоит того. Ну, нам хотелось посмотреть. Вот реально красивое здание. Такое прям старинное. Ну, хотелось на это посмотреть, вы посмотрели. Это обратная сторона замка. Здесь какой-то выход, выезд. Ну вот, это обратная сторона. Мы ее обошли. Территория очень маленькая. Если честно, если хотите красивые замки, ну, рекомендую вот, например, в Гервято съездить. Вот там действительно получите удовольствие. И оно, насколько я помню, ну, там километров 150, по-моему, чуть ближе, но там удовольствие реально получите. И территория красивая, ухоженная. Там есть на что посмотреть. Ну, если уж где-то рядом здесь проезжаете, заскочить как бы тоже, в принципе, можно. Ну и все. Территория закончилась. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы попали еще в музей Костюшки. Единый билет, что в замок, что в этот музей, 15 рублей на взрослого человека без экскурсии, с экскурсией по-моему там шло 25, 15 рублей это 5 долларов примерно, вот по этому же билету мы попали в музей Костюшки, вот такие убранства, более скромно конечно чем там было, но запах кстати деревенский домашний, прям запах детства, такие комнатки. Ну тоже, тоже не прост был чувак, комнатки маленькие. Вот это натуральное дерево, это не фанера вам, явно дуб какой-нибудь. Также нужно отметить, что на кухне важным атрибутом являлась посуда. Здесь мы можем видеть сервизы 19 века, также в простом шкафу здесь за стеклом можно видеть посуду, которую пользуются чаще всего, причем пользуются ее как крестьяне, так и мелкая средняя шляпка. Посуда изготовленная из глины и выдолбленная из цельных кусков дерева. Но самая ценная посуда, которую могли себе позволить Костюши, как представитель средней шляпки, они хранили в подобном шкафу. Этот шкаф также 19 века, привезенный из Голландии, сделан мастерами красно-деревщиками из хорошего дуба. У него есть небольшой секрет. В нем хранилось самое ценное, и он являлся своеобразным сейфом. Его не так-то просто открыть. Как вы думаете, где же в нем была какая-то ручка или другое приспособление для того, чтобы открыть? Различные версии всегда выдвигаются людьми, нажимают на данные ниши, пытаются что-то отодвинуть, вытянуть закрытые полочки. Но нет, все не так просто. Это сейф того времени. Отодвигается вот эта колонна деревянная. То есть, опять же, человек с улицы никогда просто так не догадается о том, как его открыть. Сюда вставляется до 15 см большой металлический ключ. Затем он проворачивается и открывается только данная часть шкафа. Она закрыта изнутри металлическим листом. И именно здесь хранились документы и все самые ценные вещи. А здесь снизу был металлический штырь. Он поднимался, выдвигались нижние полочки, а также открывалась вторая ниша. По одной из версий историков, данные шкафы на их родине в Голландии использовались также для сна в качестве своеобразных кроватей. В них было теплее. Дверь оставляли открытой, чтобы не задохнуться. Здесь черно-белое изображение родовой усадьбы Костюшек, Малые Сехновичи, на территории Жабинковского района. Сегодня это недалеко от Бреста, около 18 километров. В нынешнем белокаменном варианте, вот его можно видеть здесь на стене, находится в сегодняшнем городе Госсово. Также в отреставрированном костюле можно сегодня увидеть оригинальную купель, которую крестилит ДДУшу Костюшкой и выписку из антической книги. Ну вот, музей Костюшка, честно говоря, более интересно побродить и послушать. Вот здесь реально его не стоит игнорировать, обязательно надо зайти в этот музей. Ну что, и на финалочку в подвал. Дома подошли Костюшки. Довольно низкие потолки. Ну что, здесь хранилось всякое дозо. Опачка. В общем, вот так вот. Они были ростом метр шестьдесят в среднем люди того времени, поэтому и потолки соответствующие. Зашли в кафешечку. Нам уже принесли цепелины. Сам не знаю, что это такое. Говорят, внутри мяса. Сейчас заценим. Такая типа клетка. Да, и внутри мясо со шкварками, с поджарками. И заказали еще в клецке с поджарками. Ну вот цепелины со сметанкой. Чем отличаются от клецок? Там внутри просто маленький кусочек мяска. И больше ничего. А вот клецки принесли в таком вот горшочке. Смотри, это клецка такая. А еще тут прожарочка. Вот такая вот мясо. Объемно выглядит, кстати. Да, целое. Вот смотри, заполнено целый горшочек. Ничего себе, ты что-то наесться можно, я хочу сказать. Да, да. Вот это блюдо даже, наверное, выгоднее все-таки. А ты говорила, вот это выгоднее. Ничего подобного. А теперь смотрим, какой капучино принесли, в каких кружечках. А это латте. Вот латте вообще зачет, смотрите, какая интересная штуковина. Нам несут вкуснятину. Спасибо. Покажите, покажите, что это. Ой, какие шарики. Оцениваем блюда. Короче, с бананом, с малиновым шарбетом, блин, там что-то с клубникой, манго, маракуйя. Я запутался, короче. Поздравляю. У меня два шарбета. Так, сколько раз проезжал мимо этого места и все, мечтал сюда заехать. Вот, наконец-то, мы все-таки протонулись. На обратном пути решили посетить вот это озеро. Я его ни разу еще не видел, но с трассы оно шикарно выглядит. Ну что, местечко довольно интересное, кстати. Сейчас мы пряменько-пряменько и попадаем сразу на пляж. Сосны, хвоя, ну, природа красивая. Все на пляже. Народ отдыхает. Там вон палаточки вдалеке видны. Тушите, место зачетное. Сюда можно даже с палаточкой приехать. Граница пляжа. Купаться вне пляжа запрещено. Так. Слушайте, реальный пляж. И мне это место очень нравится. Так, вода, кстати, достаточно прозрачная. Цветет, как везде. Ну вот, смотрите. Красивое озеро. Небольшое. Там, по-моему, даже река какая-то от него идет. Или рядом, не знаю. Прошлись чуть дальше. Там, кстати, табличка, что на маломерных судах с 15 мая по 31 августа купаться запрещено. А, 21 года. Прикольно. Старая табличка. Я так понимаю, летом, наверное, не разрешают на лодках плавать. Хотя было бы прикольно. И смотрите, какой огромный пляж. Ставь палатку. Не хочу. Там можно и в лесочке, и можно вот здесь. И вот такие места. Отечка зачетная. В этом году у нас очень много приятных водоемов мы посетили. Вот это одно из неплохих водоемов, которые понравились в этом году. Вроде угорода небольшое, но прикольное. И какие виды. Какие-то дюны там видны. Красота. Красота. Красота.